Сижу в гримёрке в областной филармонии города Калуги, готовлюсь к выступлению. Сам губернатор Калужской области пригласил меня сегодня выступить на большом концерте. Ни одной свободной минутки нет. Сейчас это просто фантастика, то, что я смог выйти в перископ. Только зайдёшь, присядешь, уже стучатся в гримёрку, что-нибудь там, какая-нибудь газета, потом телевидение или какие-то там поклонники, чтобы сфотографироваться. Я буду петь монолог Цветаевой, то, что пел на голосе. Но только под фортепиано, потому что их оркестр это не выучил. Это только под силу оркестру фонограф Сергея Сергеевичем, который может за неделю... Да-да, какой там за неделю? За несколько часов может подготовить произведение, которое раньше в глаза не видели. Всем большое спасибо за поздравления. Ну и, естественно, большое спасибо за поддержку, которая была в прямом эфире, когда вы всем посылали смс-ки. Это очень приятно. С таким отрывом мы победили. Такого отрыва не было, наверное, за всю историю голоса. Скоро прозвенит первый звонок, и меня позовут на сцену. Нахожусь в городе Калуги. Калуга – это областной центр Калужской области. Работа с Лепсом, все было замечательно. Мне все очень понравилось. Мы с ним сроднились. У нас с ним одинаковые как-то души. Не то, что одинаковые. Близкие по какому такому... Вижу созвучие такое. Хотя мы по образу разные, но вот что-то у нас есть одинаковое. Тут я видел вопрос, что я буду делать с сертификатом от Ля-Ли-Дут на 100 тысяч. Возможно, я его кому-нибудь отдам, потому что платья мне не нужны. Там, если из мужской одежды, тоже как бы все это... Такая светская одежда. Естественно, я в этом не хожу никогда. Ну, там ботиночки можно купить. Какие-нибудь. Мы, конечно, не за 100 тысяч, считаем, таких и нет. Вот. А еще мне подарили поездку во Францию на двоих для влюбленных. Это я не знаю, когда я поеду и с кем. Возможно, не с девушкой, а с каким-нибудь другим монахом. Просто есть такие у меня друзья, которые хорошо знают Париж, не раз там бывали. Монашествующий причем, да. Один дьякон. Вот он мне уже предложил на своей машине поехать. Там у него друзей много. Не, влюбляться, конечно, не очень, не очень хорошо монаху. Это опасно. Ну, я, конечно, не спорю, что Алла Борисовна замечательная певица. И, естественно, я не старался перепеть ее. Я спел по-своему. Не обязательно сравнивать ее произведение и мое. Алла Борисовна меня, кстати, поздравила после «Голоса». Она была там на съемках. И Юрия Аксюта меня представила ей, и она меня поздравила с победой. Как Новый год праздную? У нас в ноль часов начинается Божественная Литургия. И в монастыре все присутствуют на этой службе. А потом бывает праздничный обед. Где-то в три ночи. Да, жену нельзя. Чем я питаюсь в пост? Ну, в этот пост разрешается рыба. Вот так питаюсь. Я кушаю все. Все, что можно. Ну, естественно, пост. В Ташкенте. Если это люди из Ташкента, то привет вам. Я надеюсь, еще когда-нибудь побываю в этом городе прекрасном, в Самарканде. Может, Господь подобит. Да, грустновато, что голос закончился. Но жизнь продолжается. Жизнь только начинается. Самая такая суетная. Вообще, я устаю от всех этих бесконечных интервью. Мне звонят и по скайпу, и так по телефону. Или приглашают куда-нибудь на радио. Там личную встречу тоже. Уже все ответы выучил наизусть. Спрашиваю в основном одно и то же. Ну, хорошая практика для того, чтобы развивать свою речь. Я первое интервью говорил очень плохо. Подбирал слова. Пытался формулировать на ходу. Это было так неказисто, да, довольно таки. Монахам нельзя жениться. Они уже выбрали другой путь. Вот. Курсы по вокалу. Хорошая идея. В принципе, у меня такой квалификации нет. Но можно было бы сделать, допустим, уроки, давать уроки с альфеджио. Не только пение. Я боюсь, сейчас мне надо уже убегать. Гастрольный тур будет готов.